Два подлых нападения на Гянджу, ракетные удары по жилым кварталам города являются военным преступлением. Руководство Армении будет привлечено к ответственности за это умышленное преступление. Среди жертв – дети, женщины и старики. Об этом на встрече с главным амбуцманом Турции заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что прифронтовые города и сёла ежедневно подвергаются обстрелам со стороны вооружённых сил Армении. По предоставленной мне сегодня информации, с 6 до 8 часов утра только по Тертерскому району было выпущено 190 снарядов. Более 90 снарядов попали в Агдамский район. Были дни, когда по Тертерскому району выпускалось по 2000 снарядов. Они хотят разрушить наши города, хотят сломить волю азербайджанского народа. Но им это не удаётся, тем самым залит их ещё больше. Мы даём достойный ответ на поле боя. Никогда не предпринимали и не будем предпринимать никаких действий против гражданского населения. Хотя они совершают ракетные удары по нашему древнему историческому городу Гянджах. Мы не стреляем и не будем стрелять по городам Армении или Нагорного Карабаха. Превосходство Азербайджана проявляется и в рамках моральных ценностей и ещё раз показывает всему миру, что преступный фашистский режим в Армении – самая большая угроза для региона. И Азербайджан со своей стороны делает всё, чтобы её устранить, подчеркнул Ильхам Алиев. Глава государства также отметил, что ежедневно с фронта поступают хорошие новости об освобождении оккупированных территорий. «Сегодня картина освобождённых городов и сёл показывает, с какими дикарями мы сталкиваемся. В тех городах, сёлах, в большинстве из них не осталось ни одного уцелевшего здания. Город Физули был полностью разрушен, уничтожена мечети. Вчера весь мир увидел изображение разрушенной мечети в одном из сёл Зангелана. В этой мечети держали свиней. Они осквернили наши мечети, уничтожили исторические памятники. От домов остались одни камни». В свою очередь, главный омбудсмен Турции Шараф Малькоч отметил, что борьба, которую ведёт сегодня Азербайджан – это борьба за права человека, за изгнание врага с родных земель. И Турция полностью поддерживает Азербайджан на этом пути справедливости. Эльнара Алиева, Ниги Арахманова, Медина Гурбанова, Сибиси.